Всем привет! Сегодня в выпуске назовем победителей Евро-2016. Одним глазком взглянем на мумию алтайской принцессы и улучшим экологическую ситуацию в стране с живыми открытками. Подробности далее в новостях науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые Инсбрукского университета научным способом вычислили победителя чемпионата Европы по футболу 2016 года. Для этого эксперты разработали статистическую модель, которая позволит спрогнозировать результаты. Для того, чтобы просчитать итоги турнира, ученые использовали данные о вероятных результатах игр первенства, взятые у 19 букмекерских контор. После эти цифры применили к сложной статистической модели. Получившиеся данные свидетельствуют о том, что больше всего шансов на победу в турнире у команд Франции и Германии. Однако исследователи все же делают акцент на том, что разработка не идеальна и далека от предсказаний итогов с точностью в 100%. А в России специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений обследовали мумию знаменитой принцессы Укока, хранящуюся в Национальном музее имени Анохина в Горном Алтае. И разрешили снимать саркофага покрывала на три часа в день, чтобы экспонат могли увидеть не только важные гости, но и обычные посетители. К слову, мумию древней женщины нашли в 1993 году в Кургане скифского времени на Алтайском плато Укок у границы с Монголией. Возраст находки оценивается более чем в 2,5 тысячи лет. Ее называют одной из самых важных открытий археологии последнего времени. И напоследок в Татарстане. Недавно были подведены итоги конкурса на лучший социально-предпринимательский проект студентов. Одной из его победительниц стала студентка института физики КФУ Регина Минебаева. Суть проекта в производстве семенной бумаги, переработке макулатуры и внедрении в нее семян различных растений. Если такую бумагу посадить в землю и полить, то из нее могут вырасти цветы. Используется подобная бумага в качестве основы для производства открыток, которые могут стать замечательным подарком. Так как при создании подобной бумаги не вырубаются деревья, а применяется лишь вторичное сырье, то можно говорить об улучшении экологической ситуации. А на этом все.